Третья фотография, правда? Тоже мне нужна помощь. Итак, якобы... Мне вначале прислали эту фотографию. Якобы на Авито есть объявление о продаже саженцев вот таких персиков. И не где-то за 3-9 земель, а в нескольких километрах от моего хутора в поселке Сизаев. Это там же, где вот тот персик замерзший нашел. И вот с такого СНК теперь при всей стране триумф дичайший. Только за это, вот на том свете мне позволят в райском саду работать. Не, не отдыхать, работать. Вот этот чернов, который распространился по всей России и за рубежом. Перший Кокосанский. Мало того, оказывается, есть же вот человек, который сказал, да, действительно, в СИЗОЕ есть женщина, зовут ее Евгения. И именно вот этот персик она продает саженцами. Ну что я скажу? Ребят, помогите найти все, что я имею. Помогите найти. Дело в том, что скажете, да, это не может быть. Фотографию-то она взяла с интернета, понимаете? Это не ее фотография. А раз она взяла с интернета, я проверил. Значит, не то, что я не доверяю. Так бывает. И, наверное, я увижу этот персик, я узнаю его. Признаю или не признаю. Мне надо туда к ней попасть. Помогите. Кто-то там может знать. Так, по слухам, как, если прожжет персики, она не прячется от людей. Вот такое дело. Вот этот момент. Ну, не могу я все-таки, я этот самый. В душе еще не совсем угас. Как говорится, если меня поставить теплые стенки. Вот я так же. Так, снова Савинич. Так. Она сидит на пне. У меня получилось было три дерева. Одного сосед уничтожил сразу. Он отрезал ветки. Три пола колешки хабарикоса. Феноменальный урожай. У меня даже есть молодые деревья. Эти же. Фотографии. Вот с плодами. Только уничтожили тема другая. Опять негатив. На этом он отрезал только одну ветку. Потом погибла другая ветка. Потом рухнула третья. Вот видите, две их. Вот эта, которая на руке даже рухнула. И четвертая. Вот. Все, что мы имеем. Вот. Причина. Все равно негативная. Я не могу не сказать. Все началось с гибелью. Вот эта влезь. Промежуточная фотография. Как погибало дерево. Вот они. Вот эти ветки живые. А третья сухая. Вот. Как постепенно к этому дошло. И осталось у меня одно. Вот оно. Вот. Сосед. Не сосед. Но бывший сосед. Потом продал мне этот участок. Миллион рублей. А тут уже несколько дерево моих было. Вот. Уже нет второго априкоса. А третье. Не погиб только потому, что он его плохо уничтожал. Плохо старался. Видите? Вот. Вот. Ну, а дальше. Деленый шаг на. Есть о чем поговорить. Вот. Единственное, знаешь. Меня всегда смущает. Где-то, может, есть к образованию сломать шею. Вот. Представь себе, что сидят где-то в президиуме. Ну, меня же отключили микрофон не случайно. Я же вот это самое-то и начал вот это все воспитывать. Кого воспитывать? В президиуме академики две сотни сидит этих самых ученых разных степеней. От доцентов до этих, до профессоров. В зале. Пять академиков в зале. Чего я влез? Вот. Вот. Где-то тут тонкая граница, Олен. Где-то тут тонкая граница. Можешь сломать себе шею. Только потому, что если они всю жизнь долбили, что эти ветки лишние. Вот. Сами. И преподавали. Вот. Какая тебе, тебе резюка? А? Какая тебе резюка? А? Ну, а пока давай. Найдешь золотую середину? Найдешь. Лидишь лет через двадцать. Ой. Двадцать лет много. Садов нету. Надо за считанные годы все поднять. Понял? Очки pulse! Моцома. Найдешь. Но вотר его идет дождь. А вот. Пока. Кто-то ты, Jen?